Холмск, Южно-Сахалинск, Москва, Анапа. Перелет счастливчика занял 13 часов. И рев самолетных моторов заметно отличается от шума волны родного океана. Но в аэропорту все организовано. Такой гость пойдет своим вип-залом. Мы его начали готовить за неделю, то есть снижать кормление, во-первых. Во-вторых, подбирали тщательно препараты, которые бы его успокоили. Выгрузка похожа на настоящую спецоперацию. Задача службы аэропорта Анапы и сотрудников дельфинария на Большом Утрише – как можно быстрее доставить нерпенка в естественную среду. Четыре месяца животное выхаживали сотрудники Фонда защиты природы и окружающей среды «Зеленый Сахалин», которым достался раненый малыш. Подбирали новое место жительства, а россияне в это время собирали средства на перелет. Как рассказал директор Фонда «Зеленый Сахалин» Александр Иванов, каждая СМСка с пожертвованием была важна и дорога. В дельфинарии на Большом Утрише нового питомца ждали. Нечасто судьба преподносит такие живые подарки. Сотрудники Фонда «Зеленый Сахалин», которые выхаживали счастливчика, не рискнули выпускать травмированное животное в естественную среду обитания. Мы начали поиск океанариума с Дальнего Востока, это Владивостокский океанариум. Мы первично рассматривали, потому как ближе к нам. Но, к сожалению, у них не было возможности его допринять. Далее Нижний Новгород рассматривался. Ну и так далее. То есть в центр России мы двигались, но везде, к сожалению, мы 9 океанариумов обзвонили. И единственный океанариум, который откликнулся, это Анапский. Здесь 100% гарантия, что он будет жить. Александр считает свою миссию выполненной. Он лишь останется на несколько дней понаблюдать за счастливчиком, как тот будет адаптироваться к новому месту жительства. Но в руках опытных специалистов все должно получиться хорошо. Мы кормим три раза в день. Три раза в день у них как завтрак, обед и ужин. То есть его, наверное, пока он адаптируется, будет кормить почаще. Больше подходов, поменьше количества. Кормим рыбой различной, то есть морской, океанической. Предложим ему, соответственно, рыбу, которую они привыкли кушать в своем регионе, где они обитают. Что ждет счастливчиков Анапе? В дельфинарии надеются на продолжение потомства и, возможно, несмотря на травмы, выступление в качестве артиста. У нас уже был опыт такой, то есть к нам уже, у нас уже есть одна нерпа, и она прекрасно себя здесь чувствует и общается с другими животными, и выступает даже. Поэтому я уверен, что с ним будет здесь все в порядке. Спасибо. Спасибо.